Доброе утро, мои дорогие друзья, подписчики, гости канала. Да, вы мне действительно все дороги, потому что каждый мой подписчик, каждый мой зритель просто дорог. Могу вам сказать открыто. Для начинающего канала это, сами понимаете. Сегодня понедельник. Кто в школе, кто на работе. Дети уехали старше с семьёй к себе домой, в Нижний. А я хочу немножко пробежаться по кухне. Я вам показывала рум-тур по дому, а сегодня я хочу пробежаться по кухне. Экскурсию уже прям только чисто по кухне. Ну и немножко поговорить об организации хранения. Так, кухня у нас состоит... Значит, низ у нас буквы Г. Вот так вот, чтобы получше было. А вверх у нас просто по одной стене. Вот так шкафчики висят. Вот так вот, шкафчики. Так, обращу внимание на технику. Может быть, я вам опять покажу старомодной. Но я технику люблю только белого цвета. Не чёрного, не серебристого, а именно белого. Мультиварочка белого цвета, духовочка, микроволновочка, кофеварочка. Всё, посудомоечка. Даже муж мне, когда дарил мясорубку, я его предупредила. Говорю, мясорубку белую покупать. Вот, не знаю почему, но вот у меня такие предпочтения. Это посудомойка наша стационарная. Нам пришлось её покупать позднее. Я говорил уже, по-моему, под посудомойкой у нас спряталась машинка. Она моя бедняжечка-старушечка. Ей же, наверное, 17 лет. Но она ещё работает. Причём прекрасно работает. Поэтому я её пока не меняю. Вот так вот она у нас спрятана в шкафчике. Вот. Ещё я очень хотела, когда мы строили дом, это просто было... А мне во сне приснилось, что у меня большой дом у нас. И я мою посуду и смотрю в окно. То есть, когда уже мы стали строить дом, я мужу сказал, говорю, Саш, как хочешь. Мне нужно раковиного окна. Вот. Вот так и сделаем. Так, по поводу кухни. Кухня у нас самая обычная. Сначала у меня, конечно, была задумка сделать германскую кухню. Но когда мне озвучили цену, я поняла, что... Ну, не стоит, наверное, в кухню вкладывать такие деньги. Вот. И кухню мы делали на заказ у моих друзей. У моей подружки. Муж занимается кухнями. Вот он нам сделал такую кухню. Стоила она 6 лет назад, как я сейчас помню, 93 тысячи. Ну, это чистая кухня, без техники. Вот. Единственное у нас вот варочная панель такая. Сверху раморную. Ну, раморная. Ну, да, наверное, раморная. И вытяжка под нее. Вся остальная техника белая. Ну, давайте приближимся по организации хранения. Это у нас шкаф хлебный с хлебом и крупы. Здесь у меня на полочке стоят. Так. Здесь у нас шкафчик. Значит, биалы, блюдечки. И для варенья всякие вазочки, чашки. Так. Здесь у нас чайно-кофейный домик. Самая чай не пью, но люблю, чтобы запасить. Добыл чай разный. И кофе, и чай. Вот. Для гостей. То есть это чайно-кофейный домик. Здесь тарелочки. Мы убираем сюда. Чашки, бокалы. Но основном у нас, конечно, вот для повышедневного пользования. Вот такие бокальчики. И они висят под рукой. Здесь у меня специи в шкафчике. Чтобы под рукой. Люблю, чтобы было все под рукой. Вот почему не зря соль я сюда повесила. Потому что несколько раз тороплюсь, просыплю. А здесь вот прям все, чтобы было под рукой. Так. Здесь у нас шкафчик с пластиковыми контейнерами. Здесь у нас посуда для гостей. Для сервировки стола. Внизу скатерти. И кувшины. Этот шкафчик для сервировки стола. Когда приходят гости. Здесь кастрюльки, судочки, сковородки. Внизу прихватки. Потому что рядом духовой шкаф. Чтобы все было рядышком. Так. Здесь у нас кубочки, тряпочки. Тоже все необходимое. Пленка пищевая. Фольга. Здесь. Здесь у нас полотенца для кухни. Салфетки. Пакетики. Книги мои по кулинарии. Здесь у нас тоже горшочки. Стаканчики для сервировки стола. В общем, в основном везде посуда. Вот. Так. Ну, что еще хотела показать? Вроде, наверное, все так. Как у всех, я считаю. Обычная кухня. Вот такая. Она у нас. У нас кухня-гостиная. Кристина, кто смотрел мои видео. Вот. Сегодня, наверное, на этом я закончу. Потому что у меня ограничено по времени. Все мои не более 7 минут я могу только делать видео. Но это пока временно. Вот. Буду вам говорить всем до свидания. Буду ждать с вами встреч. Буду ждать своих новых подписчиков. Сама поддержу. Всех лайками, комментариями, подписками. Знаю, что это такое. И каждый подписчик сейчас просто дорог. Пожалуйста, друзья, оставайтесь с нами. Обещаю, что будет интересно. Всех вас очень-очень ценю. Вот. Танюшке моей привет, которая в Германии. Мы с ней каждое утро пьем кофе вместе, можно сказать. Несмотря на то, что между нами большое расстояние. Но вот так вот бывает в жизни, что в соцсети людей сближают. Но я вас всех люблю и жду со всеми с вами встречи. Пока-пока.